Привет, Иссея! Мы на базе Маргарет. Если ты не смотрел прошлую серию, то обязательно посмотри, а мы входим внутрь. О-о-о! Ё-моё! У неё ручно пёсель есть. Я же сказала тебе, не лезь на мою территорию! Ты выдрессировала эту тварь? В следующий раз я дам ему порвать тебя на ленточке, альтеранка. Я не из Альтеры. Меня зовут Робин Айю. Я ищу информацию о своей сестре, Сэм. Думаю, вы пересекались. Чушь собачья. Я предлагаю тебе немножко прийти в себя, а затем свалить с моей базы. Если ты не альтеранка, то почему бы тебе не отключить эту чёртову спутниковую башню слежения вместо того, чтобы вваливаться на мою базу? Может, когда альтера от меня отстанет, я и вспомню что-нибудь о твоей сестре. На том столе есть хлам, который может пригодиться. Я так и не нашла ему применения. О, спасибо. А можно мне тоже пёсика приручить? Какой он добрый. Так, ну, давай посканируем. Фрагмент полярного лиса. Мы уже полярный лис весь собрали, нашли. Так. О, взять систему периметральной защиты морехода. Круто! Е-е-е, у меня защита будет. О, фрагмент стеклянного корпуса большой комнаты. Разве я такое не сканировал? Ну ладно, давай отсканим. Чё бы нет. Есть. КПК. Журнал Маргарет Мэйды номер 2 Маргарет, уплыв так далеко в море, шансов вернуться на сушу нет. Я бы умерла от истощения раньше, чем доплыла до берега. Всё, что мне оставалось. Выжить достаточно, чтобы меня куда-нибудь прибило. Я почувствовала, как меня засасывает. Когда вдруг из-под воды появились огромные челюсти. Тело жнеца всплыло аж через несколько часов. Я вскарабкалась по его боку с помощью ножа и уселась сверху. Я прикинула, что тело проплавает ещё как минимум несколько дней. Достаточно, чтобы я могла перевести дыхание. Но потонет ли оно до того, как я умру от жажды? Или после того? У меня был нож, ремонтный инструмент и 3 литра воды. По крайней мере, мне не грозила смерть от истощения. Эти жнецы, они почти полностью состоят из мускулов. Но немного жира там есть. Я могла согреваться и пить воду. Хоть у меня было немного, но у меня был ремонтный инструмент. Так что была искра. Понадобилась неделя, чтобы впервые зажечь огонь. А ещё я узнала о горючести жира жнецов. Немного больше, чем когда-либо хотела. Мне приходилось экономить костры. Но пока они горели, я успевала закоптить мясо, вырезанное из грудной клетки чудовища. Нифига себе, как оно выживало. Обалдеть. Получается, это вот она трофей жнеца этого достала. Вот откуда он тут есть. Тихо, не урчи на меня. Вот откуда он тут есть. Он, короче, помог ей выжить. Давай отсканируем всё-таки полярного лица, чтобы он не мозолил тут глаза. Всё. Здесь мы закончили. Так, Миша, можно я туда пройду? Пожалуйста. Ты же не против? Ха-ха. Не так-то просто. Он меня туда не пускает. Его надо чем-то задобрить и закормить. Интересная какая скрижаль. Смотри-ка. Тоже с первой части. У меня что-нибудь есть пожрать? Может дать ему? Вот, смотри. Рылохват. Может прокатит? Может прокатит рыбка? Будешь рыбку? Смотри, у меня рыбка есть. Нельзя выбросить предмет. Блин. Походу мне теперь нужно идти отключать эту вышку, чтобы Миша меня пропустил, и я мог нормально с Маргарет поболтать. Ну, хорошо. Так, куда я делал своего краба? Вот он мой крабик. Опа. А еще знаешь, что мне любопытно? Откуда она электричество берет? У нее где-то здесь есть ядерный реактор или теплореактор. Ладно, короче, всплываем наверх. Все, мы выкарабкались. С этой глубины. Вот он наш мореход. Остается только добраться до дельты и заглушить там вышку. И тогда мы узнаем новости про Сэм. Надеюсь, что она про ту самую спутниковую антенну говорила, которая на этом острове. Если нет, то я вроде больше никаких спутниковых антенн тут и не видел. По всей видимости, у нас там ночь. Ну да, еще и снег идет. Ладно. Надо пожрать тут, найти на этом острове. Похомячить и идти наверх. Жрачка, жрачка, жрачка. Где-то здесь была бытула, бытула, бытула. А я тут все сожрал. Все сожрал, все ободрал. Где-то еще должны же быть по-любому. Внимание, вам грозит голодание. Немедленно пополнить запас калорий. Звучит печально. Очень печально. Тут ничего сделать не могу. У меня еще и батарейка в глайдере села. Прикольно, когда ты глайдер используешь как фонарик. До сих пор вам жую, не могу сделать себе фонарик. Ужас. Да вы достали. Запас жидкости пополнить. Сейчас я где-нибудь найду здесь живность. Точнее не живность, а эти. Плоды. Вот они, вот они, я их нашел. Слава богу. Аллилуйя. Жить будем. А, интерпол он. Ммм, что бы выкинуть. Титан выкидываем. Вот так вот. Хватаем. Сколько его тут. И сжираем. Хватаем и сжираем. Все сожрать. Я бы на самом деле не рискнул на чужой планете жевать всякие вот такие вот фрукты. Орехи. Это на самом деле орех. Потому что вдруг ты потом продрищишься. Или у тебя аллергия на что-нибудь из компонентов этого ореха. Ну, станция Дельта. Расскажите мне, пожалуйста. О, подожди. Да, поскольку мы вот эти данные же собирали, правильно? Собирали. Титана накидали нам в карманы. Теперь надо придумать, как мне выключить всю эту штуку. Я же ее тогда включил, по-моему, да? Я ее включил. А теперь ее надо отключить. Так. Войти в тестовый режим. Отчет о состоянии. А-а-а. Мне тут модуль надо сделать. Который я, скорее всего, подобрал у Маргарет. И воткнуть его куда-то сюда. Даже, 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 даже. Ну да. Порт модуля тестового режима. Угу. Пойдем тогда к мореходу. Прыгаем отсюда. К мореходу и посмотрим, что там нужно для этого тестового модуля. Главное не убиться тут. И не разбиться. Ой. Черт, как я сразу не допедрил об этом. Покажите мне, что нам нужно для этого модуля. Это что такое модуль? Сокращение напряжения. Ага. Это мы находили. Так, мореход. Это мы тоже нашли. Надо в мореход ставить, кстати, этот модуль. Вот эти микросхемы. Вот, смотри. Узел параллельной обработки надо сделать. Слушай, а не его ли мы тогда находили на одном из кораблей Меркурия? Так. Надо, короче, поглядеть, что у меня там есть по чертежам. Может, оно у меня тут где-то даже валяется. Во-во-во. Так, топливный стержень. Вот. Узель. Узель параллельной обработки. Он у меня один есть из трех. Значит, еще два чертежа найти. И я помню, что я находил его на Меркурии. Потому что я тогда удивился. Типа, что это за батарейка такая? Я такую не видел. Let's go. Как говорится, в подводное путешествие. Будем искать эти долбанные меркурские корабли. Разваленные. Ржавые. Блин, ты посмотри, какая дворина там плавает здоровенная. Это же львяфан какой-то, да? Смотри, какая дура. А, так он же нас, кстати, как-то хватал. Все, я понял. Я знаю, кто ты. Но я к тебе не пойду. Кстати, кстати, кстати. Я совсем забыл про улучшалку, которую я нашел. Про импульсный разряд. Он бы нам тут пригодился, если бы на меня напала та здоровая такая дуреха. Так, где-то он у меня тут лежит. Вот он. Система периметральной защиты. Втыкаем ее. Все, она у нас есть. Отлично. Нам теперь огромные львяфаны не страшны. Вот он. Вот он, значит, этот кораблик, который мы обыскали первым. Это Меркурий. Когда плыли на точку пилота. Все, значит, зафиксировали. Надо было маяк бы здесь поставить. Что там для маяка-то нужно? Давай посмотрим. Маяк, маяк, ты мне нужен, чтобы потом не запутаться. Ионная батарейка. Кажется, не тут, а где-то здесь он должен быть. Вот он, маяк. Можно сделать. Отлично. Делаем. Шикарно. Надо будет еще сделать один. На всякий пожарный. Значит, пойдем, поставим возле этого куска ржавого маячок. И назовем его Меркурий-1. Вот так вот выкидываем его. Меркурий-1. Готово. Все, теперь мы сюда не будем возвращаться. И мы сюда случайно не заплутаем, потому что мы видим маяк. Это хорошая точка отсчета. Значит, где могут быть остальные? Пойдем поплаваем по другим биомам, например. Где вот эти вот кувшинки огромные, здоровые. Это же первая часть Меркурия. Ну, получается, это огромный корабль. И он развалился на несколько частей, я так полагаю. Соответственно, это его жопа была вроде как. Значит, передок где-то тоже тут. А что это вон там сияет? А, это архитекторские всякие штуки. Ну, так вот. Значит, там жопа была. Где-то середина должна быть. И передок. А еще чертовски хочу найти и жилой модуль морехода. Где его достать? Напишите в комментариях. Я вот сколько обломков не сканировал, нигде не мог найти такой жилой модуль. А все о нем пишут. Мне прямо это завидно как-то становится. О! Во-во-во, смотри. Это же от Меркурия, нет? Вроде как его обломок висит. Значит, ну да, вот, пожалуйста. Поблизости обнаружен нос космического судна Трансгосударства Солнца. Название судна Меркурий-2. Не функционирует. Ну и пофиг, что он не функционирует. Значит, это мы нос нашли. А серединку мы где-то пропустили. Угу. Давай, значит, тут маячок кинем. Выкидываем маяк, ставим Меркурий-2. Нос. Вот и все. Ну что ж, а, батарейка села. У меня есть батарейки запасные? Есть. У меня просто на глайдере села батареечка. Вот так вот. Все, поплыли изучать. А еще я, кстати, в прошлом видео собрал высокоемкий кислородный баллон. Надо бы его сделать. Резак у меня с собой есть. Надо его достать. Лазерный резак есть. Отлично. Он нам тут пригодится. Давай изучать. Что у нас тут есть? Это рыбка какая-то. О! КПК. Ящички. Сейчас тут и пожрать, что найдем. Открывайся. Лазерный резак нужен. Давай, расчекай этот ящик. Топливный стержень реактора. Круто. Дома его воткнем. Мне как раз не хватает еще два стержня. Последствия крушения Меркурия-2. Ясмин. Потом почитаем. Медный провод. Очень хорошо. Главное тут ничего не упустить. Это, кстати, реактор. Вот рядышком с ним-то мы и нашли стержень. Что у нас тут еще имеется? Это что? Взять металлолом. Медный провод. О! Еще один стержень валяется, что ли? Ну да, точно. Отработанный стержень уже. А кислород кончается. Пойдем посмотрим, что нужно для того, чтобы сделать высокоемкий кислородный балом. Где он у нас есть? Ты его видишь? Короче, вот. Нам нужно построить вот эту фигню в модификационной станции. И там будет этот кислородный баллон повышенной емкости. Еще у нас здесь... О! Еще... Блин, сюда не проплышь, что ли, никак? Черт. Только через веншахту. Где у нас тут веншахта? Я там просто стержень ядерного реактора увидел. Вроде бы рабочий еще. Он бы нам пригодился. Лазерный резак. Отлично. Синтетические волокна нам пригодятся еще. Очень и очень как. С этого отсека прохода больше никуда нет. Надо снаружи искать, где можно пройти. А вот, подожди. Разрезать можно. Отлично. Режем. Тук-тук. Есть кто дома? Ого. Красиво тут. Много деревьев, растительности. Это что, огромный аквариум? Большой аквариум. Можно будет у себя в жилом модуле его забабахать. Он, правда, огромное пространство занимает. Ну, что поделать? Ради красивого интерьера можно пожертвовать местом. КПК Меркурия 2. Доверять моим инстинктам. Диана. Не хочу доверять твоим инстинктам. Давай-ка наверх. Пополнить запас жидкости. Ну, блин. Может, я тут найду, где в контейнерах воду? Это было бы очень и очень к месту. Открываем. Вода? Нет. Какая-то фигня там собралась. Китайский картофель? А-а-а. Давай сидим. Он в основном только еду дает? Да, воды не дает. Ну, да пофиг. Так, места у меня что-то совсем категорически мало. Титан, давай пока. Оставлю одно семечко этого картофана китайского. В комментариях, кстати, пишут, сделай еще один кислородный баллон и меняй их. Типа, мол, так можно. Ну, давай попробуем сделать, если у меня хватит сейчас ресурсов. У меня тут еще и титан, оказывается, остался. Так что можем сделать сейчас еще один кислородный баллон. Вот так. А еще я чертовски пить хочу. Блинский. Как я так лоханулся? Нам нужны с тобой срочно... Срочно рыбки. Пузыри. Что-то отсканить мог. Пузыри. Ну, где же вы мне нужны? Пузырики, пузырики. Вот, вон, вон, вон. Выжжу пузырик. Черт, его сожрали. Капец. Прямо перед носом увели. Вот, 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 вот. Вижу пузырик. Иди сюда. Иди сюда. Все, быстренько идем делать воду. А то я сейчас от обезвоживания загнусь тут. Это нелепая смерть. Загнуться от обезвоживания в океане. Отлично. Фух. Успели. Успели, успели. Сейчас соберу еще парочку пузырей. Сделаю воду. И можно будет продолжать исследование Меркурия-2. Кстати, давай сейчас и проверим. Вот у меня есть кислородный баллон. Воздуха у нас 84. Я его втыкаю. Не, нифига. Смотри, нифига не работает. Этот кислородный баллон у нас сразу же без кислорода. Его надо заправить. Подожди, давай посмотрим. Вот я его сейчас поменяю. Вот, он набрался. Во, точно, гляди. Все, теперь точно будет прокатывать. Тогда, получается, нам надо этот кислородный баллон апгрейдить. Вернулись в то же место и продолжаем резать вот этот вот ящичек. Будет смешно, если там будет вода. Прямо. О, топливный стержень заряженный. Отлично. Все, тут вроде бы больше ничего нету. Ох ты, нифига себе. О, во, 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 во. Это, короче, отсек крабов какой-то, что ли. Что это у нас тут? Запас кислорода мало осталось. А, бур. Зачем я бур сканирую, если он у меня уже есть? Бур у нас есть. Столько крабов тут валяется. Еще один топливный стержень. О май гарбл, я просто богат на реактивы. Скоро буду светиться зеленым свечением. Фрагмент укрепленного костюма. О, укрепленный костюм, это круто. Еще одна батарейка. Нашел, 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 нашел. Еще одну нашел. Отлично, только у меня кислород кончается. Сейчас, подожди. Поменяем баллончик. Вот так вот. Жалко, конечно, что баллон не полностью, не полностью у нас с кислородом набит. Он, видимо, ужимается, когда мы плаваем. Хотя баллон одинаковый. Ну, ладно. Главная новость, это то, что мы нашли еще одну часть узла параллельной обработки. Так что можно отсюда, в принципе, уже валить. Хотя нет, как оказалось, не везде я побывал. Это капитанская палуба. Здесь, видишь, пульт управления всем этим кораблем, лобовое стекло, и мой компьютер, гриш, что кислород у нас кончается. КПК и еще один, нифига себе, что все, я все собрал, что ли? Фрагмент узла параллельной обработки. Ну да, прикинь, все в одном корабле нашел. Круто. Осталось сделать модуль тестового режима, тогда я смогу отключить ту спутниковую башню. Ну и отлично. Вот это мне фартануло. Диск какой-то есть тут музыкальный. Вот, собственно, и все. Давай теперь посмотрим, что нам нужно, чтобы сделать этот узел. Долбанный узел. Итак, нам нужно золото, серебряная руда и образец пластичного коралла. Все это у нас есть. Делаем этот узел параллельной обработки. А потом делаем модуль. Тьфу ты, какой он маленький. Модуль тестового режима. У меня даже все для него есть. Шикарно. Значит, сейчас мы отключим этот спутник. Это очень хорошие новости. Погнали. Обратно к дельте. Ну что, здоровая штука, ты готова к отключению? Скоро ты перестанешь крутиться-вертеться. Ну, чего, ты готова? Втыкаем, значит, модуль. Какой он здоровый-то. Так, ого-гошеньки. Здорово. Замечательно. Теперь обратно к терминалу. Прикольно. Такой пылесосик маленький. Терминал у нас вот здесь вот. Войти в тестовый режим. Должно сойти. Пожалуйста, сработай. О, круто. Мы отрубили, мы отрубили ее. В смысле? В смысле? Она снова включилась. Да ну нафиг. Да. Спутник отключен. В смысле, как отключен, если он снова включился? Я впечатлен. Это было весьма изобретательно. Может быть, я просто перенастроил спутнику и антенну? О, Маргарет звонит, у меня телефон есть, оказывается, с ней. Ладно, Альтеранка. Этот раунд ты выиграла. Приходи в мою теплицу. Она примерно в километре к востоку от тебя. На айсберге. У меня для тебя подарок. Я зайду, как будет время. Конечно. Как знаешь. Если в твоем занятом социальном календаре найдется для меня минутка. Какие мы дельдовые. Ну, на самом деле, мне бы домой съездить, выгрузиться и там кое-какие вещи апгрейдить, а потом только к ней ехать. Ну, короче, все. Здесь у нас все ладненько, чудненько. Что написано? Активный тестовый режим. Передача сигналов. Все в порядке. То есть, до этого она работала в нормальном, в стационарном, в боевом режиме, так сказать. А теперь она работает в тестовом. И, соответственно, сигнал потерялся. Какая погода шикарнее. Грозы, молния, дожди, но снег все подряд. Как я люблю. Я сейчас поставлю все батарейки ядерные. И у меня будет на полную мощность работать ядерный реактор. Ну, что ж. Вот тебе и еще. Все, теперь на полную мощность. Круто! 2500 заряда. И он даже не убывает. А вот, кстати, водичка у нас. Целых две бутылки. Нацедилась. Очень здорово. А все говорят, ставь ее под воду, под воду. И над водой тоже нормально добывается. Так что не переживай. Надо яйцо в аквариум запустить. Но это потом. Первым делом мне нужно этот апгрейд центр поставить. Где мы тебя поставим, улучшатель? Ну, давай, наверное, вот здесь вот и поставим. Чего бы нет. Чудесно. Ну, показывай. Значит, термоклинок делаем сразу же. Чудесно. Баллон сверх высокой емкости. Литий четыре штуки. У меня лития, по-моему, в достатке. В большом достатке. Вот, четыре штуки. Отлично. На один хватит. Больше мне не надо. Делаем. Шикарно. Ласты зарядка. Полианилин и комплект проводов. Сделаем чуть позже. Одеваем, значит, вот этот баллон высокой емкости. Термоклинок есть. Отлично. Теперь нужно плыть к Маргарет и узнавать, что за подарок она хочет нам там подарить. И про Сэм, соответственно, узнать. Ну, а это уже будет в следующей серии. А на сегодня это все. Пока. Увидимся в следующем видео. А, и не забудь поставить лайк под этим видео. А, и не забудь поставить лайк под этим видео.